Я никогда не пишу сценарий, я не думаю о чем я буду снимать видео, я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами, реальная Алания, жизнь в Турции, видео каждый день, приятного просмотра. Не хватает этих медведей, которых махали нам с деревьев, ну вот этих здесь, ну их, по-моему, привели в порядок, они получше стали выглядеть, те, что здесь сидят. Кроволики, иди ты пушистый. Босиком нечего одеть, а будь как бы, но в кофте, если кофта не была, замерзла, нельзя сказать, что прям ледник, ну холодно, вот солнце уходит. Да, их постирали, привели в порядок, вот то, что я вижу сейчас, видите, они реально были в химчистке, они как новенькие. И те, которые сверху висели, может быть, их тоже привели в порядок. Ну, короче, мишки будут, кто приедет, кто привык к мишкам, мишки будут все равно, да? Продолжение следует... Ну, ребята, красота здесь, позитивчик продолжается. Здорово! Серый! Пришел специальный кокосик, думаю, вдруг сидит. Не, нету кокосика, блин, уже несколько дней ее не видел тоже. Завоню, не слышно. Привет! Директор меня встречает. Привет, директор. Кстати, опять же, что стоит отметить, я уже много раз об этом рассказывал, что в районе оба всегда прохладнее. Чем дальше от района оба, ближе к центру, и здесь вот дальше от моря, и здесь вот реально тепло, я уже могу опять кофту снять. То есть мне абсолютно комфортно сейчас босиком. Мне стало уже жарковато, в когте она легкая, а меня она сейчас расстегнула. То есть здесь, возле моря сейчас прохладнее. Здесь вообще, ну, точно градуса на 2, как минимум теплей. Котик меня ждет. Купил еды, успел. Что-то худой такое. Цветочный кот он тут, смотрите, что творит. Работник-озеленитель. Ты работник муниципалитета, короче. Сейчас ездим, не убегай. Всем привет! Залайни, третий день мая, друзья. Одна минута седьмого, шесть часов уже вечером. И, несмотря на это, очень-очень жарко. Море сегодня потрясающее, смотрите. Наконец-то здесь прозрачная вода. Штиль полный. Там он есть, купающийся в стороне отеля Панорама. Мы недалеко от Мишек находимся в центре. Там он тоже людей искупается. Есть люди немножко на лежачках по пляжам. Ну, понятно, что в шесть часов уже как бы все поуходили. Дон мужчина поплыл только зашел. Тапочки у меня не те сегодня. Хочется в воду зайти, она чистая. Эти шлепки оболны. Вода, собственно, я не планировал. Температуру воды я вчера мерял. Фух, жарко, друзья, реально жарко. И, что интересно, у меня вот в квартире ночью холодно. Я не знаю, сколько градусов, но реально я ночью включал обогреватель. А потом просыпаюсь в обед и от того, что просто вот уже чуть ли дышать нечем, как лето. Такая вот... Так вот по-разному в течение суток меняется температура. Как-то так, короче. Наверное, фрагментами нас снимаю. Правда, опять монтировать я не успел смонтировать вчерашнее. Конечно, легче мне без пауза монтажа делать. Но сейчас пока подумаю. Там тоже уже на Монарт-Сити, Парадоре, там уже просто люди поуходили. Потому что уже, сами понимаете, шесть часов все-таки. Сейчас градусов... Даже не знаю, 28, может быть, где-то так. Днем я, честно, даже не представляю, днем на солнце какая была жара. Даже сейчас так. Сейчас надо было мне... Насколько... Ну, километров пять я пробежался. Сейчас надо было... Фух, по Аланье я просто мокрый был насквозь. Хотя я по солнцу даже и не шел. Я по второй линии шел. Очень-очень жарко. Нету общей духоты, да. Как бы воздух комфортный, свежий. Но все равно жарко. Жарко довольно-таки существенно. То есть, и купается. Тут вода теплая сейчас в этих ложице. Максимально теплая. А тут пацаны местные. И, пожалуйста, не пишите мне там дичь разную, что вода 18 градусов. Кто здесь живет особенно. Я не понимаю, зачем вы это делаете? Дети купаются. 18 градусов вода местная. 18 градусов вода в Аланье. В январе месяце, блин. Это у меня женщина одна пишет, вторая пишет. Такое впечатление, что как будто какую-то цель преследуют. Я не знаю, как это объяснить. Такие вот писатели, кто отрицает реальности. Не знаю. Десятки или сотни таких забанено. Я сегодня опять просыпаюсь. Что вы людей обманываете? Вода 18, она соответствует ночной температуре воздуха. Что вы, что вы, мадам. Фух. Там больше нет купающихся. Собственно, вот это вот пацаны купались. Местные вдвоем здесь. И почему-то больше вот тут купающихся не вижу. Ну, может быть, по-моему, что 6 часов. Сейчас мне интересно. Фух. Все уже. Вдыхалка летняя. Это еще только начало мая, блин. Сейчас пойду, наверное, по вчерашнему маршруту хочу тоже до Арсика дойти. Так, ну, на солнце он покажет 27-28, наверное, они меньше. Тени не знаю. Сейчас будем смотреть, что он показывает. Третья. Сейчас будет. Туристы гуляют. Плюс 30, нормально. Я даже боялся сказать, плюс 30. Плюс 30. Нур, так, слоника я не вижу. Это есть слоник, а нет. Это же беременные, господин. Все беременные. Плюс 30, да. С этой стороны сейчас посмотрим, если она в тени. Хотя я не уверен, что она в тени. Сейчас. Сейчас посмотрим, что-то с этой стороны. Я пока в тень спрячусь. Итак, 24. Ну, так и есть, согласен абсолютно. Еще раз всем неадекватом. Кто мне не верит, что такие перепады, такие качели на солнце и в тени, вот вам, пожалуйста, 6 градусов разница. Естественно, это ощущается по ощущениям, если вы в солнце попадаете в тень. И вам становится в этих 24 чуть ли не холодно. Фух, я мокрый иду. Мокрый просто уже как будто лето. Вы узнаете сами эти пляжи. Лаймбич номер 5. Это Виэнстархотова, который вот там. Есть люди в кафешке. Гуляют, гуляют. Вы видели у нас встреча. У меня семья шла, туристов наших. Видно уже. Ну, вечером, не знаю. Не сегодня, а так завтра. Вечером пройдусь тоже и по Клеопатрии пройдемся, по паркам. В ближайшее время будет видно, стало ли больше туристов. Но я думаю, что май это уже да. Если апрель еще не все, как бы, считают теплым, особенно по морю, то сейчас, когда вода уже будет ближе к 22, это уже почти тепло. Люди в мае приезжают, конечно же, больше, чем в апреле. Шестой пляжик. Видимо, что там, вон, люди купались, вижу. Ой, ученичка хочет состоять и не выходить на солнце, если честно. Ученичка комфортная. Тут волейбол. Даже не верится, что еще полтора месяца буквально назад, да, в это время уже темнело. Команда Интернешн вот тут все есть. Да, у меня часто спрашивают, как добраться, допустим, с Акуджалара до Алани, с Афсалара до Конаклы. Друзья, я просто реально не знаю, что отвечать на такие вопросы. Я отвечаю, что кто-то идет пешком, кто-то едет на велике, кто-то на такси, кто-то на автобусе. Я не знаю, что вы от меня хотите услышать. Что значит, как добраться? Как угодно. Тут нет номеров каких-то, не надо привязываться никаким номерам. Естественно, если вам надо в Аланию, вы уходите на дорогу в сторону Алании. Я думаю, вы разберетесь, где Алания, в какую сторону. И ждете любой автобус, который остановится и подберет вас. Что я должен ответить? Я просто не понимаю, реально. У меня такие вопросы чуть ли не каждый день поступают. Я готов, конечно, к тому, что когда с началом сезона, просто засыпают комментариями и вопросами. Но иногда реально просто... Мне интересно, что думает человек, когда спрашивает, и я не знаю реально, что ему ответить. Понимаете? Вот. Мы с котиком, вот, не знаю. Она меня днем тоже еще не узнает. Она меня ночью всегда узнает. А днем она меня еще... Делает вид, что не узнает меня днем, да? Да, 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 да. Скажи, извини, извини, узнала, узнала. Да, да, да. Залазь, залазь, вечно беременная наша. Привет, привет. Что такое голодное? А, у меня же сегодня новый корм. Сейчас тестировать будем. Хороший, вкусный. Десняшка, да. Десняшка, да. Еще вкуснее, чем тот, который был. С таким удовольствием едят у меня. Домашняя моя кошка, которая ко мне домой прям приходит. Она не может наесться просто. То она требовала, чтобы я гладил по 5-10 минут. А сейчас она просто приходит и сразу есть начинает. Такой вкусный корм. МИТО, ТАУК. Фух, все в моем магазине. Классно. Смотрите, пробка АК. Еще сезон не начался. Все почти местные. Вон Запорожье. Девушка, остальные все местные. Запорожье, привет. Пробка. И опять же, вот я иду, у меня сейчас мокрый лоб, мокрый затылок. Но я понимаю, что идет солнце. Я буду одевать кофту, которая у меня в рюкзаке. И будет прохладно. Ночью вообще, вот я не знаю, как это объяснить. Может, я только в моей квартире так. Но вот ночью реально было вот так, что я просто вот сидел под обогревателем даже несколько минут. Вот какой-то момент был. Это не знаю во сколько, часа в 3-4 утра, может быть. А потом в час или в два просыпаюсь. Где-то с браслетиками ходят, вижу повсюду туристов. На Монарт-Сити тоже пустые лежаки вижу, ну потому что время уже. Вчера я проходил, кто не видел, видел. Вчера я выходил до реки Обача, я доходил. К сожалению, там вода очень грязная была, несколько сотен метров. Так, сейчас пойдем к Арсихоту, к Одноглазе. Сниму я на хорошую камеру днем, красиво. Вот фотка красивая Реджепта и Пардоган. И если я правильно понимаю, написано, в районе Кипец 2 мая была с ним встреча в Анталии. В районе Кипец там один из тех районов, где живет очень много русскоязычных людей. Здесь, смотрите, вон, меня уже узнали. Нет, что-то она как-то, почему она в обход побежала, я не понял. Узнала меня и побежала в обход. Отель Парадор перед вами, друзья. Я зашел в зиму настоящую. Я вчера здесь проходил, рассказывал, что здесь люди всегда в куртках. Кто, допустим, работает здесь, а тут у них солнца днем, наверное, нет. Это жесть, конечно. Там плюс 30, а здесь у них 23. Причем-то такое впечатление, что тут максимально низкая температура. Какой-то аж от холодок идет от этой левой части. Так, где наша одноглазая принцесса? Отель Арси Хотел. Я вчера показывал такое впечатление, что скоро-скоро его запустят. Уже он... Они довольно быстро. Последние месяцы они, видимо, много делали. Они почти... Ой, какие тут травы-заросли. Ты принцесска, где ты? Одноглазик. Ромка пришел. Ты моя красивая. Привет. Привет, моя красавица. Привет. Привет. Я посмотрел, хоть рассмотрел, какая ты красавица у меня. Тася, ночью тебя вижу, ночью, да? Давай-ка. Мягенькая, красивая, да? Ты самая красивая кошечка у меня. Сейчас Арси Хотел покажу. Принцессик, одеть и насыпай. Смотрите, какой красивый стал Арси Хотел. Иди сюда, принцессик. Где ты? Ты здесь? Привет. Фу, будь здоров. Будь здоров. Тихая, принцесска. Принцесска появилась. Ну, наконец-то. Ну, ты что была, я тебя месяц не видел. Так не обтирайся об ноги, не обтирайся. Крутышка. Крутышка. Давно у тебя не было. Привет. Поверьте, может, тебе месяц не было? Так, я не понял. Все пищат за это, я бы выделать. Крутую принцесску. В чем дело? Крутышка. Поверьте, сколько вас здесь? Ты же безглазик. Ты же правого нету. Четыре или пять раз. Ну, я всем понасыпал. А что ты не ешь безглазик? Тут один шустрый, всех поразгонял. На все кучи один, да? Это ты всех поразгонял. В тени пока не холодно, но... С радостью выхожу сейчас на солнышко. Тем более, что уже скоро... Скоро уже закат будет, и солнышко не будет. Вау. Да, тут классно. Сейчас уже не так жарко, оно не так жарит, как днем. Но тепло дает хорошее. Перейти нереально, друзья. Три минуты можно стоять, пять минут можно стоять. Можно рисковать идти, иначе не перейдешь и больше десять минут стоять. Я не знаю, еще летом будет сезон, когда будет еще больше машин. Дороги просто вот не бывает такого, чтобы взял и перешел сразу. Видите, какое солнышко. Люди сидят тепло одетые почему-то в море. В основном смотрю все, но не все. Табаки. Есть. Там он парень купается один. Может быть с Монарсити он. Солнышко уходить не хочется, знаю, что сейчас опять пойду в тени. Классно. Солнышко все освещается красиво. Это радует, что до семи часов можно гулять по солнышку. До семи часов. Реально сейчас скажу, сколько времени. 6.44. Уже еще сегодня и в центр попаду, и в Калибабе попаду еще, возможно, даже в гости. Сегодня открываю эту еду дешевую за 15 лир, которая вчера была темная, такая страшная. Сегодня открываю, она светлая банка, такая же, наклейка такая же. Она светлая такая более. Не такая вонючая, вчера она вообще вонючая была. Короче, странно как-то, какого-то у них определенного, что ли, нет стандарта. По-разному выпускает ли, я не могу понять. Вчера совсем не такая была. Но, тем не менее, одноглазая ест не захотела. Разбаловал я этим вискорсом и все. И сухую еду она не захотела вкусную. Тель фонтана. А билент есть не? Потом. Был, да? Потом. Придет еще. Все, травка поливается. Боже, это беременная тоже, короче. Причем это не временно. Там он сказал, возле офиса у него тоже в домике маленькие какие-то появились. Я в шоке, короче. Тоже в этом году их будет еще больше. Теннис, видите, как много людей. И большая часть русскоязычные. Пойду, схожу туда, где ананасик. Потом пойдем обратным путем. Либо сразу к Али, может пойду. Либо, может быть, еще и в кортик выйду посмотрим. За носиком наш. Пока не увидела меня. Это Крэзи Кошка. Крэзи Кошка. Крэзи Кошка. Крэзи Кошка. Тебя не знаю. Куда я голодна? Они или сидели просили, люди киньте монетку, мы есть хотим. Сейчас гляну, есть тут, что нету, наверное, точно. Они сидели просили, люди, мы хотим есть. Это белая вообще голоднючая такая. Да? Это моя заставка или нет? Ты моя заставка? Или это другая? Ну, тоже давно мы ее знаем. Тебя нет на заставке. Ты хлеб уже ешь, дожились. Вкусняшка. Так, вон кто-то сидит. На носик или нет? Нет, это вторая тоже. Здесь живущие люди спортом занимаются, дыхательной йогой. Это кошка необычная такая, она интересная. Все окрасы интересные, вообще неинтересные. Женщина прошла вас покормила, она по чуть-чуть вам дала. Ананасик на море шла, а тут я. О, вода моя вчерашняя. Баночка кто-то подлил тебе. Давай, кс-кс-кс. Что ж ты промаешь? Что у тебя там с этой лапкой? На море шла. И, смотри, эту еду ты еще не ела вроде, да? Ананасик, все ее любят. Вроде как ништяки, да? Сейчас тебе достану этой лапкой еды попробовать еще. Ананасик молодец, да? Ой, какая вкусняшка, да? А эту еду не хочет, вас не поймешь. Но это вкусно, да? Это хорошо. Еще бежит к нам друг. Малышня. Не знаю, кто их мама. Он уже не совсем маленький, он уже больше месяца. Двое вижу. Пятнах, а где белый наш? Где белый бронтельный, как кс-кс-кс? Ага. Как дела? Как дела? Ну, что? Чих-чих-чих-чих-чих. Наша ест, ананасочка ест. Принцесса одна не ест, а то вкусную еду наша, да? Вроде как вкусняшка, да? Все-таки там кушаем. Так, не лезь, не лезь с ней. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, малой. Малая, не лезь. Идем дальше. Надо уже раздать вам эту баночку. Привет, Рейджи. Шел через лицо, да? И еще солнышко светит. Уже почти по восьмого. У нас еще светит солнышко. Много людей, местных. Все лавочки заняты, все площадки. Погода хорошая. Но уже начинает такое прохлада такая, легкая. Солнышко уже, оно не греет. Что за день? Сегодня среда. Сейчас солнышко будем там смотреть идти по набережной. 7 часов 10 минут. Смотрите, как солнышко светит. Классно. Ну вот, туда шел, тебя не встретило. Ты что, здесь сидел? Или ты сейчас пришел? Привет, пляжный. Привет, привет. Тебе такая сухая осталась еда. Она вкусная. Вкусная, вкусная. Все говорят. Привет, красавчик. Идем. Для полной картины тебя не хватало нам сегодня. Давай. Луна уже, он смотрите на столб, на столбу сидит сорока и луна там уже. Полна, полнолуния, кстати. Все, дружок. Ты что быстро поел? Еще досыпать тебе? Вчера у меня этот пилот плыл. У меня камера. Вчера я ходил по этому же маршруту, камера с зумчиком снимал. Сегодня. Воду видел? Сегодня на экшен. Когда смонтирую, не знаю. Ну, не важно. Будем смотреть сначала вчерашний день, потом это все по кадру. Налил, покормил. Солнышко садится. Ну, еще будет минут, наверное, 15. Все. Туда шел я здесь, когда было жарко. Сейчас свеженький ветерочек. Кто гуляет, планирует до полуночи, если там днем выходите, когда жара, и планируете гулять до глубокого вечера, берите что-нибудь теплое с собой, потому что после захода солнца не совсем тепло уже. Это мая месяца касается. В июне уже можете ничего не брать, там уже стабильно все будет. И ночью тепло. Уже опять голодное. Ну, прошло часа полтора, не больше, как я туда, швосьмой пляж. Все ходят фоткаться. Уважаемые туристы, не, пожалуйста, не пожадничайте. Купите хотя бы какую-то еду, какой-то виска, сухой пакетик, какой угодно. Хоть одного-двух котиков в день кормите, вы беднее от этого не станете. Вы приезжаете, платите бешеные деньги за путевки. Не будьте жлобами, пожалуйста. Потому что наблюдаю сейчас, как все фоткаются с котиками, да, русскоязычные граждане. Все фоткаются, да, все хорошо. Но вы же не забывайте о том, что он живой все-таки, от вашего угощения он не откажется. И он будет улыбаться веселей на фотке, если вы его покормите сначала, а потом будете с ним фоткаться. Поэтому, пожалуйста. Carrefour, Migros. Едят они Viscos. Едят они Friskis. Кто в районе площади Hadjet, магазин Positiv под шоптом. Мита, можете сказать, что я беру у них. Они вам подскажут, какой корм. Плюс 22. Сейчас по 8-го, плюс 22. Слонник, слонник не появилось. Чуть-то странная слоника. Не вижу второй день. А, ну, она может там где-то дальше будет, но дело в том, что тоже не видел. И домой хочется, и куча работы. Я вчерашнее видео не смонтировал. Его надо сначала смонтировать, потом оно будет несколько часов грузиться. И спорт хочется, и колебабе хочется. И есть хочется, ничего не ел, кроме кусочка сыра сегодня. Уже по 8-го. Житие мое не такое легкое, как кому-то может показаться, друзья. Особенно хейтеры, которые думают, что я тут купаюсь в море. Загребаю лопатами баблища непонятно откуда и какое. Так, это не слоник. Где же наш слоник? О, кстати, назвали, что я слоником. А тут он, слоники, рядом теперь. Очень много людей с браслетами сегодня встречается. Очень много. Сейчас вот в данный момент происходит, именно опускается солнышко в море. Вот именно сейчас, я думаю, моментально становится уже такое, чуть ли не сумерки. Просто моментально. Время. 7.26. 7.26. Не, еще там есть солнышко. Ну, как я вчера сказал, 7.35 где-то, наверное, закатка в чем-то. Что столько дыма. За мишками кто-нибудь соскучился заходить. Бархан. Бархан. Все балконы, почти все, что вижу. Везде следы пребывания людей есть. Один есть, второй не хочет. Позже, если бы не ездили машины по Алании, какой-то рай бы был, друзья. Это вообще просто. Слышите сейчас, какая тишина. Да, если бы от меня зависело, конечно, по первой линии бы машины не ездили. Можно было поставить, в крайнем случае, только автобусы и спецтранспорты. Все. Взбивает, сбивает эти ощущения. Особенно тоже там в конце Алании, когда в сторону Конаклы, когда идешь гуляешь возле моря. И трасса такой, шум там, что не слышишь, даже разговариваешь, идешь с человеком. Все это печально, конечно. Почему-то вот почти во всех странах мира возле моря часто проходят дороги. А если отель расположен не через дорогу возле моря, то он фешенебельный по бешеным ценам. В основном всегда, даже между отелем первой линии и морем, все равно дорога. Печально, почему оно так, не знаю. Почему нельзя было сделать хотя бы вот эту первую линию, хотя бы вот за первым рядом домов. Я не знаю, в чем проблема. Почему надо именно делать возле моря, здесь, где гуляют люди, наслаждаются. Видите, темнеет. Вот только солнышко пару минут там исчезло. И уже темнеет моментально, сумерки. Не знаю, в порт, наверное, не пойду уже. Кто сказал, что скучает за мишками, мы зайдем, зайдем. Зайдем, зайдем. Посмотрим, посмотрим. Я вчера их показывал. Вот они все на месте. Мастер, у тебя инструмент отобрали. Пушистик. Пушистик вчера стоял на входе. Пушистик, привет, 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 пушистик. Привет, Пушистик. Привет. Молодцы. Именно ты не потеряла. Панорама фото. Ужин сейчас. В отеле, наверное, мы... Сананасовенькое наше посмотрим. То есть, кокосовенькое, господи, перепутал. Устал. Уже намотал сегодня, бегал туда-сюда. Уже у меня сегодня километров 8 уже, как минимум. Еще ходить и ходить. Да, опять же, к вопросу, как добраться. Друзья, встали на своих двоих и погнали. Главное, идти в нужную сторону. Обязательно придете. Все не так страшно. Особенно, если передвигаться по Алане. Нужно это делать без такси, без автобуса. На автобусе иногда дольше будете ехать, чем пешком пройдете. Допустим, с Клеопатры до Ататюрка памятнику. Часто бывает такое, что пешком будет быстрее. Очень много машин сегодня. Ну, собственно, как и всегда. Киевский, Одесский, Днепр. Больше всего. НН много. Это Киев, по-моему, да? Новый номер. Юлечка, НН у вас есть? Вот посмотри внимательно. Чтобы косточка вот сюда бы сейчас переехала опять на свое место, она бы тут всегда сидела бы. А там постоянно человек на входе стоит. У них, видно, вход там платный часто бывает или целый день. Он там на входе стоит. Он, наверное, ее смущает, а она не сидит там, наверное, я не знаю. Два или три дня я не видел. Так, кокос поубийнички, где моя кокосочка? Идти в порт, не идти в порт. Вон она пройдет через порт. Не видно кокосочки. Еда насыпла. Она, наверное, сидела. Кокосик? Кокосик, где ты? Кокосочка. Кокосик, что-то рано уходить стало. Тут очень много людей. Сейчас тут норвежцы, по-моему, любят отдыхать в этом Мелвис-стейк. Чуть-чуть, как все включено. Там он еду раздает. Интересно. Интересно. Прямо стоят, они им там что-то накладывают. В смысле еду. По очереди они все подходят. Так, можно уже и одеться. А сейчас сидел, а не бежал, тоже точно одел бы свитер свой. Хотя не могу сказать, что холодно, но так слегка. Слегка что-то не хватает, как будто бы по верфутболке. Хотя рюкзак на спине меня согревает еще. Ну, тут что-то мало людей. Большая опять прогулка получилась. Опять монтировать. Друзья, надеюсь, я заслужил хотя бы лайк. Кто хочет поддержать меня, пожалуйста, подписывайтесь. Становитесь моими патронами. Сайт Patreon для спонсорской поддержки. Вы выбираете любую сумму. Можно там просто, кстати, вы можете единоразово как бы подписаться, выбрать какую-то сумму. Она с вас спишется и потом отпишетесь сразу же через день, допустим. Одноразовые донаты как бы не предусмотрены, только вот подписались, вон пойдет. Потом бах, и подписались, если не хотите. Потом каждый месяц, чтобы такая же сумма снималась. Сайт Patreon. Ссылка. Описание под видео. Устал. Спасибо большое всем за поддержку. Знаю, что поддержка идет от моих постоянных зрителей. Летом вот эти вот все, которые приходят, люди задать вопросы, узнать погоду, когда едут отдыхать. Нет, от них поддержки обычно нет. Только от моих самых родных. Спасибо вам, котик. Ну, тут сейчас нельзя сказать, что много людей, больше людей турецких. Я вижу туристы. А, туристы ж на ужине сейчас, пардон. Туристы на ужине. Кстати, пардон учим турецкий язык. Все, не ошибаюсь, заш французский, да? Вот, Турция, жандарма, пардон, это все. Как-то вот, я не знаю, как Турция связана с Францией, если честно, мне кажется, что никак. Но вот почему-то жандарма, почему-то пардон. Ну, вы поняли значение слова пардон, его не надо переводить, я думаю. Именно так, да, Турция. Видят, людей мало. Так, ну что, зайду в чардаш, посижу там с ними хоть. Ой, у них там холодно сейчас будет, у них всегда холодно. Даже когда в Алайне солнце светит, у них его нету там. Так, че, зря сюда пришел, где мои котеные все? Смотрите. Давай, давай, давай. Спасибо. Там не вижу своих. Вставай быстрее. Вот так, вот молодец, полоса препятствий для тебя. А, это же наша меломанша, я звал, когда я тебя не узнал. Да. Наша любительница концертов. Блин, как ты живешь без концертов теперь? Да, да, хорошо, я позвал тебя. Смотрю, кот сидит, я не видел, что это она. Меломанша наша. Здесь пока были концерты, каждый вечер, она показывала. искала в толпе людей, в сотнях людей, отыскивала меня, приходила, и ужинала всегда. Есть, есть такие, люди, туристы тоже ходят, не все на ужине. Откуда запах? Вот это дерево, наверное, пахнет, он цветет, на нем плетенка какая-то. Так, где Малой? Кто меня знает? Я, я. Знаете, не знаю, как объяснить, хорошо, что я не оделся. Вот сейчас, именно здесь стало тепло, такое впечатление, что тепло идет от моря, знаете, как вот, похоже даже, как парилки, когда дверь открываешь, да, в сауну, вот такое, что, ну, не может, конечно, быть, море-то не может быть такое теплое, но, но реально вот, стало здесь потеплее, так что пока еще можно не одеваться. Ну, что, пройти через пандочку, уже видео будет все длиннее и длиннее, монтаж все сложнее и сложнее, не хватает металл ноутбука, блин, ноутбук нужен тысячи за три, как минимум евро, чтобы было, быстрее все происходило, интернет нужен такой, как дома, блин, а не такой, как в Турции. Где много ходят, много реально иностранцев, так же, мы все на ужин, сейчас через пандочку пройдем и будем выходить, будем выходить, через улицы Бара, может даже пройдем, посмотрим. это люди, видимо, на корабликах катались, видимо, люди иностранцы, 200 лир, кто там спрашивает, естественно, 200 лир, не доллар уже, на 4 часа арендовать корабль целиком стоит 500 евро, честно, офигели они, конечно, такие цены, ломить, а кататься, когда люди на небольших кораблях, но вот таких я имею в виду, вот на этом мы плавали, Саша и Скати, вот она, 200 лир за человека, он брал, у нас было нас, пятеро, да, и одна семья, две семьи там было, турецких, еще, то есть, в принципе, не больше 20 человек было на корабле, там вещает он гораздо больше, а вот если бы мы одни его захотели, то 500 евро на 4 часа, даже у меня в голове даже не укладываются эти цифры, реально офигели, все причем, понимаете, потому что цена и яхта, вот такого типа 500 евро, яхта, да, и корабль, маленький, деревянненький, тоже 500 евро, жесть просто, там рассказывают по 350, ну 350, наверное, это 4-часовой тур, у нас час был за 200 лир, у нас был час, час, конечно, это мало, и он даже до Адамлаташ пляжа не доплывает, а если куда-то дальше, конечно, берите 4-часовой тогда, девочка спортсменка вытворяет, точно, будущая чемпионка, видимо, найдет практически так, у него такая ходьба, видите, молодец, молодец, новенький в этом году Нептун, где пандочка, где пандочка, вон на лавочке, пандочка, обалдеть, первый раз вижу пандочку на лавочке, первый раз вижу на лавочке, мараба, как дела, не, мути моя красивая, а ты привязанная, а на яблоки, не, ег, 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 кираз, 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 черешню, черешню, челег, да, кираз, черешню, клубнику ест, молодец, хороший вкус, а яблоки не ест, да, яблоки не лопаешь, привет, скажи всем, привет, туристал, туристы, Хафе, йог, йог, спасибо, не, емек, не, все уже темнеет, пандочок вас ждут, все пандочка, побежал я, куда мне пробежал, не, я побежал туда, этот, Джума Пазары, my friend, меня защищают, защищаешь меня, да, пандочка, пойдем, 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 все, уходим, да, скажи клубнику не дает, черешню не дает, да, все, уходим, яблоки пусть сам ест, скажи, да, уходим мы с тобой, все, я уеду жить в Лондон, да, пандочка, я понял, я просто далеко, сейчас эту пандочка, ты меня на газончик завела, о, черепашку как раз пойдем, покажем, смотри, какая черепашка, редко тут была, такая красивая черепашка, здесь одна из лучших фигурок, она стоит в таком месте, что ее мало кто здесь видит, классная фигурка, и посидеть можно, пандик, все, справится, ну, в ресторанах людей немного, сейчас я вам скажу, сейчас в отелях проходит именно ужин, поэтому сейчас как бы, много людей пока здесь не может быть, много людей будет позже здесь, все, пандик, пойдем, отдам тебя, сдам тебя хозяину, пойдем, пандичка, пойдем, круг почета обойдем, пойдем, пойдем, пандик, пойдем, классная черепашка, пандосик, управлять им сложно, я же тянуть как бы боюсь, что больно ему не делать, а он не слушается, ну, вот надо все цветочки тебе отметить, да, все, пойдем, а то сейчас темно будет, пойдем, я сдаю тебя, все, выгулял, выгулял, пойдем, панда, панда, пойдем, вот, молодец, молодец, медиамить, они кормят, молодец, прогулялся, все, окей, стоп, любите, я потом подольше провожу туда, я понял, ага, побольше похожу, иди, волки, и полис, это не возможно, для тебя, happy, но все, я шамлар побежал туда, счастливо, пандочка, пока, прогулялись, выгулились, так, идем сейчас через полицейский участок, улицу баров, кусочком, захвачу, улица баров, но тут начнется все попозже, сейчас еще рано, пока только вижу работников, ну, хотя люди, они немножко гуляют, здесь у нас, моя любимая прозавщица футболок, вон сидит, бараба, магазинчик, вот, можете приходить, показывать и меня, и будет делать скидки, я ни разу еще не ушел, когда я к ней захожу за одной футболкой, я ухожу всегда, минимум 8 или 12, у меня получается, тут вкусное место, довольно, есть хочу, но не люблю, а есть на улице, а вот это вкусное место, запутался, нет, то может тоже вкусное, но тут я того, что ж дюром, 65 лир, тут я пробовал, реально вкусно, суп 70, 85 и 100, дюромы, хух, того, что ж дюром 65, с араном, 85, такие цены, прям возле фонтана сверху, вот если спускаться, манящие вкусные запахи, такие, попробуй тут пройди, без слюней, ну и друзья, можно уже сказать, к сожалению большому, для тех, кто сейчас приезжает, мает, что цветение апельсин, и этот райский, сказочный запах, этот сказочный, месяц, так сказать, может даже чуть, да, месяц, можно сказать, они цветут, короче, кто хочет попасть в цветение апельсин, восхититься этим всем, надышаться, насладиться, вам надо приезжать 15, так, 15, 15, я уже запутался, в конце марта начинается, да, получается, в 20 числах марта, можете начинать приезжать, и до, в середине, наверное, апреля, потому что уже после середины апреля, там уже не так массово, этот, запахи, и сейчас уже, к сожалению, они очень, 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 очень редко уже встречаются, здесь, заведение открыли, вот такое вот интересное, кебаба, лахмаджуны, шашлычки, денег нету, не будем заходить, и все, мы идем сейчас по улице, которая выводит на Вайкики, и идем к Алибабе, может даже перлоплатином пройду, сейчас, кстати, там еще есть, а, кстати, на днях, да, мы сделаем уже новый видосик, скоро, стараюсь, почаще, в этом году, показываем, я заказал у них обувь в интернете, 48 размера, ну, вроде как, да, то, что хотел, только мне тоже, нервы сегодня помотали и мне, и я помотал Алибабе, короче, они, получается, мне пришли все смски, с доставщика, раз карго, или араш карго, что все доставлено, что я получил в своей кроссовке, а кроссовок нифига нету, ну, короче, я сломя голову бегу в этот офис, они там говорят, что они отдали кому-то, короче, в моем доме, магазин есть, в общем, нервов мне помотали немножко, нет, там-то отдали без проблем, только я не знаю, если бы я не обратился, чего они мне за день, это все, не могли сами занести, то есть, получили, оказывается, еще вчера вечером, мои кроссовки, сидели, молчали тоже, ну, тут все не как у людей бывает, да, во многих отношениях, то есть, ну, как можно отдать, мне даже никто не позвонил, там мой номер был, мне никто не позвонил, ничего не спросил, дома они дома, где мой дом, как бы отдали чужому человеку мою обувь, да, как-то, жесть, короче, что мне хочется, думаю, заходить или не заходить, нет, не буду заходить, если зайдешь, все равно деньги надо будет тратить по-любому, котик, ты работаешь там, в Айкике, друзья, который второй, и, там, да, меня очень улыбнуло, то, что мне пишут, неадекватно, я не могу назвать адекватными людей, которые мне из-за того, что я показываю магазин кожи без цен, пишут, мы от тебя отписываемся, отпишитесь все, пожалуйста, вот такие вот, какой-то бред вообще, неужели вы не понимаете, что это Турция, что любые цены здесь, они все равно, они индивидуальны, они зависят от умения вашего торговаться, от того, какое настроение у продавца, и так далее, и так далее, как я вам могу называть цены, если там сотни моделей, курток, шуб, что я вам могу называть, и единственное, что называю вам, что будет максимально выгодна для вас цена, это уж поверьте мне, нет, начинают какие-то истерики закатывать, вместо того, чтобы обратиться, сидит, сидит человек, строчит мне комментарии, да, гневные, почему цены не называешь, вместо того, чтобы обратиться в это время, узнать цену, сказать, вот на пятой минуте, 52 секунде, и сколько такая модель стоит, хотя бы примерно вам ответят, конечно, что-то, не отпишут мне, и потом еще такие заявы, мы отписываемся, мы два года были подписаны, мы отписываемся, отписывайтесь, отписывайтесь, а кто нормальный, тот приходит и покупает, и по выгодным ценам, кожей меха, так сейчас курс валют покажем, что если кого-то я показываю, что-то советую, рекомендую, то я показываю тех людей, за которых мне не будет, потом стыдно, и я в них уверен, и в их товаре, и в них, нет, пишут, вот ты обзоры не умеешь делать, мы такие обзоры смотрим, от кожи на этом, у тебя все фигня, и обзоры, фигня и цен нет, там где вы обзоры смотрите, вас там разведут так, что вы, домой только приедете, и поймете, как вас развели, потому что они психологи, опытные все, вот магазинчик, который мы показывали, тоже им принадлежит, в оплате, нам когда приезжаете, к ним туда, можете заходить, тоже, ну или скажете, они вас отведут, сейчас посмотрим, кто там есть, сейчас, может уже и никого нет, отписатели, блин, кто-то вообще думает, что если он отпишется, то мне это как-то повредит, я если честно, мне отписать на 20 тысяч людей, они висят, они тянут канал на дно, мне не нужны подписчики, нет, они меня пугают, мы отпишемся, все пишем, да, мураба, я шамлар, вот как мы умеем, так, ну витрина есть, но они еще, по идее, должны еще быть здесь, гюкхан, привет, 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 так я мокрый мылся, извиняюсь, нормально все, торговля пошла уже, сейчас, мы готов, какого клиент, новый сезон начинает, знаешь, что просят, очень просят цены, на следующий раз, с тобой хоть примерно, что-то как-то поназываем, да, хоть приблизительно, потому что, вот меня ругают, прямо говорят, где цены, где цены, я объясняю, что вы придете, скажете от меня, лучшие цены будут однозначно, когда переедет, мы тебе на 2-3 расскажем, все, числа 5-го мы с тобой, 5-го, 6-го, все, все, побежал, я давай, счастливо, пока, вот, друзья, выходим прямо наверх, мы в, все клиенты до вас ждут, да, все, пока, выходим прямо на автостанцию, это кто сам хочет приехать, вот она, автостанция, здесь все автобусы, Канаклыма, Навгад, эти платформы, Каргиджак, Махмутлар, вот просто, просто доверьтесь мне, если я вам сказал, что вы купите у Митина качественные джинсы, у Альбабы качественную обувь, в аптеке вы купите лекарства, вас никто не обманет, здесь куртки, вы купите по ценам, которые реально будут вам выгодны, просто поверьте, друзья, я ж не, блин, мне знаете, сколько предлагали денег, за недвижки какие-то рекламировать, магазины кожи и мехов, фабрики кожи и мехов, кого я не знаю, я не хочу никаких денег, мне главное, чтобы моя совесть была, на месте, и душа спокойна, поэтому я показываю только тех, кого я лично знаю, кто хороший, и как люди, и в ком я уверен, что товар у них, высокого качества, здесь выбор от проходят, люди сидят, чай пьют, пятого Гюкхан сказал, сегодня третье, да, это получается, в пятницу, наверное, мы сделаем еще видео снова, так, вижу, вулкан работает, то здесь у нас, то что вулкан, нет, то не вулкан, Алибабу с Татьяной, не вижу, вулкан отдыхает, привет, привет, Алибаба, привет, 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 сегодня 6 лет, шо? 6 лет кроссовки, все нормально? да, я нервы помотался, я такой злой был, да, я там орал, они аж испугались, а это только в Турции может быть, чтобы чужой товар отдали чужому человеку, даже не позвонили мне, как это вообще, я просто в шоке, 48-й таки у меня размер, я знаю, 48-й, не 7-й, 8-й, Таня тут, работа, нет, не работа, не работа, Таня, ты не работаешь, Прувент, наконец-то я до вас добрался, ты меня снимаешь? да, всем привет, привет, рома-корокки, так рада, что ты пришел, ты очень во время пришел, потому что, у нас много красивых моделей, да, значит, делаем видео, скоро тоже, да, пройдись, покажись, вот так, давай, скажи, что показывать, какие? начни отсюда, девочки, вот эти все новые, красивые, такие классные, классные, мягкие, мягкие, и самое важное, что есть большие размеры, вот эти, смотри, даже на 43-й, женские, беленькие, сквозные дырочки, вот, очень тоже классно, сделаем видео тоже, через пару дней, конечно, сделаем, вот, смотри, какие, тоже, все мягкие, сквозные дырочки, все не показывают, а потом ничего, потом, короче, они вас ждут, работаете, вы уже не до 8, а до полдесятого, да? каждый день, 10, ну, 9, давай 9, если нету людей, 9, короче, 9, после 9, не желать, вот, 9, 30, посмотрите, когда климит нет, потом, закрывает, все, финальная точка, моего путешествия, сегодня намотал, уже не знаю, сколько, а где кроссовки, а ты шо, я об кроссовках, стукандует, дома, 48, реально 48, мой размер, теперь, ну, вроде как, то, что я хотел, они легкие, именно, они тяжелые, и вот тут вот, обхватник, да, записывай, все, пока, выключаю, все, пока, без 10, 10, время, у меня марафон, и сегодня были день, такой, длинный, а я даже нормально, сегодня, ни разу не поил, кусочек сыра съел, сейчас кексик маленький, бегу домой, есть хочу, сейчас в Акике, вам покажу, друзья, и попрощаемся, никого, 299, 599, цены, там, в Акике, и у Эс Пола, здесь, тепло, друзья, я босиком, и до 10 часов вечера, свитерочек легкий натянул, так, в принципе, довольно-таки тепло, комфортный вечер, нет ветра, Кемер, это ремень, да, если не ошибаюсь, Айакаби, это обувь, кроссовки, наверное, Айакаби, Айакаби, Кемер, 999, турецких лет, фонтан, не работает, людей, в принципе, нету, почти, туристов точно не вижу, Лакики работает, все, всем мира добра позитива, такой он, третий день, мая, Алания, пока, не знаю, когда это все успею смонтировать, в любом случае, через день-два точно увидим, пока.